ну вот я и в праге друзья первая самая вылазка у меня получилось сюда площадь ватслава что ли как-то называется не помню не знаю ну вот так вот видите красиво хорошая погода сейчас у нас 9 утра я записалась на экскурсию в 11 обзорную четырехчасовую думаю что вам там кое-что поснимаю обычный тротуар я иду немножко вниз погулять посмотрю вокруг вы знаете конечно здесь меня удивило то что здесь многие говорят по-русски и при том у них в аэропорту три языка помимо чешского еще конечно же английский а потом как ни странно русский и китайский все надписи типа exit выход сразу же написано по-русски вот удивило меня потому что я как-то мало когда видела в аэропорт в аэропортах не российских чтобы было по-русски написано здесь написано по-русски ну вот такое такое единственное что я могу сразу вам отметить как что меня удивило что еще хочу сказать никогда не меняйте деньги в пунктах обмена в аэропорту потому что ну вот мне сказали что практически одинаково все обменник курс обменный одинаковый то да все вот смотрите на на полиция да вот полиция эти чешская так выглядит вот сказали что все замечательно одинаково но и получилось что я там поменяла 20 и 20 фунтов фунт это еще дороже чем евро и мне дали за 20 фунтов 400 их чешских крон а приехала вот в центр и за 20 фунтов мне дали 500 чешских фрон крон а 100 крон это в общем-то большая большая сумма скажу я вам потому что вот например чашка кофе с круассаном я купила кафе тут посидела покушала стоит 40 крон ну как то так вот не знаю в общем не меняйте сразу хочу сказать лучше и лучше езжайте центр тут все дешевле намного я извиняюсь конечно камеру будет трясти потому что я не взяла стабилизатор вы видели он у меня огромный и мне его тащить не захотелось а вот теперь я иду без стабилизатора и боюсь что будет у вас трясти камеру вот если не останавливаться идти просто то там вообще конечно все трясется хотя мне кажется я держу так аккуратно и не должно бы ну просто вот хочу вам показать немножко обзор а еще знаете интересно что я обратила на что внимание но то что чешский язык похож конечно на русский на украинский на польский вместе взятые вот такие вот слова как-то все соединено попадаются и русские слова попадаются и украинские слова это интересно но понять понять чуть-чуть можно все-таки это наши наверное славянские корни вот а что и что удивило меня то что вот сразу знаете чувствуется эти вот чехи они такие остроносые и у них тоже такой специфическое такое лицо вот может быть тоже обращали внимание но не скажу я прям что они все вот такие вот но вот бывают такие знаете как сказать именно конкретно такие коренные чехи вот у них и у женщин и мужчин такие остренькие остренькое такое лицо остренький носик вот такой сразу можно сразу видно что чех ну и вот сразу подтверждение тому что я вам сказала очень много можно встретить надписи на русском языке вот пожалуйста видите поросенок жареный ежедневно свежий и вот он вам пожалуйста поросенок жарится на гриле завернутый фольгу о какой классно слушайте хотелось бы покушать но еще пока не что-то я тут никого не вижу но я же говорю что рано еще наверное открывается только все 9 утра поросенка еще только-только зарядили как долго он будет здесь еще крутится бедный уж не знаю уж часа два то наверно точно посмотрите какой красавчик сейчас я сяду к нему присоседюсь вот такой вид обзорчик на эту площадь наверху с которой я спускаюсь вниз там кстати рядом евро тур тоже русские гиды русскоговорящие и вот 15 евро стоит обзорная экскурсия по городу четырехчасовая вот по которой я сейчас поеду вот посмотрите подтверждение того что он сказала как интересно вот по-чешски написано название на углу магазина книжный магазин ну вот книги books то есть ну наверное тут написано по-английски как обычно и по их по чешски вот а здесь еще такое интересное трогательное очень кафе посмотрите старом трамвайчики ну и такие тоже здание старинные хорошие красивые посмотрите что я нашла марка спенсер это вот она такой мировой бренд наверное везде в европе марка спенсер это же англия любимый английск англичан магазин любимые англичанами зашла я конечно же в этот магазин марка спенсер вы знаете решила посмотреть сравнить цены меня эти их чешские кроны они как-то очень напрягают я ничего понять не могу и вот я стала смотреть вы знаете я просто поразилась потому что вот купальник до купальник только вверх не целый не целый а только вверх и посмотрите сколько он стоит вот он стоил 600 чешских крон сейчас со скидкой 300 а 600 чешских крон вот вот видите вот то есть это больше 20 фунтов получается от я вам же рассказывала что 25 25 крон 1 фунт значит 10 фунтов 250 а 20 фунтов 500 а здесь посмотрите даже 600 то есть вот такая вот ерунда 20 фунтов это просто что-то невозможное это я поверить не могу что это за цены такие странные почему так все дорого вот я зашла вам показала что там какие там жуткие цены я удивляюсь смотрите какой интересный подземный лифт или что это вот он туда раз и сравнялся с землей это наверное они спускаются туда в коммуникации подземные что-то что-то видите там они исправляют никогда не видела интересно ну вот я мимо такого тоже пройти не могу посмотрите надпись на скамейке сначала вот по английски видите turn your face towards the sun and the sundown в общем поверните свое лицо первую фразу да запомнили поверните свое лицо и здесь смотрите написано по-чешски оток свою тварь сланцы ну сланцы солнца а вот тварь это же лицо получается по их нему представляете поверните свою тварь вот это да вот мы приехали вход старинный пражский монастырь мы вошли внутрь монастыря видите сколько людей библиотека справа вот вот поближе чешская пивоварня чехословакии пиво называют жидкий хлеб и очень много пивоварен здесь и частных и государственных и вот библиотека на территории монастыря вот одна из красивейших статуй монастыря говорят что монастырь этот действующий там очень много келий которых монахи живут вот обзор прага у наших ног смотровая площадка вся это вот смотровая площадка этого монастыря колокольный звон если вам слышно и вот там вдалеке тоже красивая церковь ну вот звон колоколов видите и вот так красиво смотрится этот монастырь центральная церковь очень много в праге вот таких вот красивых старинных монументов памятников вот если кто-то может читать папа чешске то можете прочитать я не знаю еще какое-то красивое здание с часами похоже на городскую мэрию ратушу но не знаю и в эту сторону мы стоим на самом холме а там видите вот виднеется за вот тем вот домиком с рыжей крышей старая прага которую я вам показала с обзорной площадки вот церковь святой ларетты называется не знаю слышно ли вам у меня в наушниках тараторит гид я сбиваюсь вам что-то говорить рядом с лареттой похоронен советский воин вот он беляков павший за освобождение города праги он подорвался когда разминировал вот эту церковь ларетты которую заминировал гитлер подорвался и попросил чтоб его тут рядом похоронили вот такая могила ну и вот здесь все кругом если вы видите ларетта ресторан ларетта отель ларетта вот этот дом стиле ларетта вот видите отель ларетта министерство иностранных дел во всей красе посмотрите какая красивая узкая улочка со ступеньками вниз вот огромный старинный фонарь 19 века который раньше освещал пражские улицы впереди действующий женский монастырь теперь уже вот возвышается чумной столб называется чумной столб очень популярно по европе строили когда чума и вот говорят там кто строил такой чумной столб того чума не касалась и вот этот чумной столб защитил прагу от страшной эпидемии чумы впереди пражский град называется резиденция королей было потом резиденция князей а теперь это резиденция президента чешского и с левой стороны белый вот видите архиепископский дворец и здесь рядом опять вот этот вот старинный фонарь действующий 19 века вот это вот пражский град видите такая огромная тоже площадь и все вокруг это резиденции королей царей сейчас подойдем поближе ну вот я уже совсем близко вам показываю этот резиденцию президента и королей пражского града и вот посмотрите с правой стороны опять обзорная такая очень красивая площадочка вид на старую прагу ну и вот пожалуйста уличные музыканты чешские смотрятся колоритно поют не очень посмотрите какие красивые ворота пражского града посмотрите опять тут фотографируют вот такие ворота с охраной видите один и второй солдатик заходим в резиденцию королей сейчас нас металлоискателям проверят и посмотрим мы вошли внутрь этого пражского града здесь фонтан такой неплохой а там наверху сзади виднеется очень красивая церковь я все никак не могу нашего гида взять в толк как она называется вот узнаю покажу вам ее поближе а сейчас вот пражский град два дворик внутри дворца где гуляли где гуляли фрейлины дворцовые всякие флуги вот мы прошли через весь этот двор пражского града президентских дворцов и вот выходим туда к центральным воротам ворота с другой стороны с внутренней выглядят вот так 18 век постройки все а вот ворота очень старые построенная в 1614 году не знаю слышно ли вам в мои наушники как громко говорит гид мне просто я перезбиваюсь когда вам говорю прошли через маленькие воротики с той площадке президентской и вышли вот к этому красивейшему храму храм святого витта называется он конечно грандиозный но лучше его смотреть издалека храм этот строил карл карл 4 король чешский который в основном мы построил всю прагу четырнадцатый век заходим в храм храм кафедральный католической веры похож на французский нотр-дам потому что карл четвертый учился во франции и хотел построить вот такой храм и здесь посмотрите какой огромный и красивый это вот католический храм как сказали что карл четвертый в 14 веке начал строить этот храм но все было очень сложно все было очень долго и храм закончился полностью только в 1924 году то есть он 600 лет строился представляете посмотрите какие шикарные витражи вот здесь людей конечно огромное количество очень большой храм с трудом пробилась я к алтарю вот какая-то тут какое-то надгробие епископа сейчас повернусь покажу вам с другой стороны отличный витраж вот такой витраж ну вот мы ходим по бесплатной зоне этого собора я показала вам то что смогла а вот там дальше к самому самому алтарю где всякие находятся дорогие вещи мощи чьи-то это все платно и закрыто для свободного посещения ну вот этот вот храм собор католический я вам показываю немножко еще и здесь еще стела монументальная рядом видите полностью из мрамора вот сейчас слышите колокола храм святого вита очень нам удачно опять повезло вот видите золотая решетка на башне и двое часов на башне вот часы шестнадцатого века если вам видно вот это вот часы шестнадцатого столетия почему их два циферблата потому что раньше никак не мог не знали как сделать часовую минутную стрелку одним механизмом и поэтому сделали минутные часы внизу показывают а часовая стрелка вверху показывает скульптура георгия победоносца медная 1399 года постройки ну вот здесь над входом мозаика карл четвертый на мозаике изображен со своими женами ну и мозаика характеризует внизу также страшный суд видите рай и ад справа слева это вот мы заходим на старую часть президентского дворца старый королевский дворец вот он здесь он он на реставрации сейчас особого интереса не представляет вот красивое здание впереди еще один вид на красавицу золотую прагу вот видите мы идем сквозь виноградники здесь такая и обзорная площадка и виноградники в сместе пруд с рыбами и вот такой сад закрытый в средине очень красивый фонтан огромные рыбы плавают давно просятся в уху такая вот стена видите она сделана искусственная вот зеленая вот такие вот сталактитовые страшилища если вы если вы посмотрите то видите рожи вот там тоже наверху можно видеть лица страшилища вот это вот писающие мальчики такие здесь знаменитые скандального скульптора художника давида черни вот они даже двигаются видите фундаментом служит очертания чехии на карте мира вот видите почему объясняет почему здесь писающие мальчики потому что чехи любят пиво и все писают после пива видите он так вертится видите он так вертится